Нет, я задаю серьёзный вопрос. Ты знаешь, что имам Махди фигура в ислам, верно? Я не знаю, знаешь ли ты об этом или нет. Я прекрасно знаю, кто я. Хорошо. Ты считаешь себя этой персоной, или это просто провокационное имя? Ты не ответил на мой вопрос. Ты задал мне вопрос на арабском. Потому что ты хочешь узнать, говорю ли я по-арабски. Ты признаешь, что смеялся над тем, как я одет. То есть это нормально для тебя смеяться над тем, как одеты люди. Если человек носит что-то, что не является его историей, культурой, его жизнью или наследием, и он пытается казаться тем, кем он не является, конечно, я посмеюсь над этим. Почему нет? Разница между мной и тобой в том, что Аллах учит меня напрямую. Тебя же учат люди. Хорошо, имам Махди, как твои дела? Машалла, как ты? Я в порядке, я в порядке. Как тебя зовут? Меня зовут Кристофер, моё настоящее имя. Кристофер – это то же самое значение, что у Мухаммада и Абдулы. То же значение, понимаешь? Ты можешь смеяться, но если ты посмотришь, что значит Кристофер, ты знаешь? Ты живёшь на Западе и говоришь по-английски. Что означает моё имя? Это уникально. Я представлял имама Махди. Я не думал, что он будет агрессивным. Я думал, что он будет уважительным, милым и очень вежливым. О, я уважительный и милый, но ты засмеялся первым. Своим смехом ты проявил ко мне неуважение из-за моего имени. Ты понимаешь это, да? Ты знаешь, почему я засмеялся? Да, ты засмеялся из-за моего титула. Ты посмеялся и сказал, что имам Махди на заднем плане. И ты сказал, ему что, больше нечего делать, кроме как прийти на мой эфир? И ты засмеялся. Прямо как Авраам и Сара. Да, ты смеялся. Теперь у меня к тебе вопрос. Нет-нет, мне нужно ответить на то, что ты сказал, имам Махди. Хорошо. Что не соответствует действительности из того, что я сказал? Разве ты не имам Махди? Что? Ты имам Махди или нет? Да, это мой титул. Нет, я задаю серьёзный вопрос. Ты знаешь, что имам Махди фигура в ислам, верно? Я не знаю, знаешь ли ты об этом или нет. Я прекрасно знаю, кто я. Хорошо. Ты считаешь себя этой персоной, или это просто провокационное имя? Это одно из двух. Либо ты действительно считаешь себя, либо нет. Это моя личность. И ты научишься. Ты поймёшь, если позволишь мне задать вопрос. Сначала тебе нужно успокоиться. Смотри, имам Махди. Если это правда, что это твоя личность, то, что ты имам Махди, тогда всё, что я сказал, было правдой. Ты имам Махди, и почему ты приходишь на мой прямой эфир? Тебе больше нечем заняться? Потому что если бы это был бы он, он бы этим не занимался. Потому что есть более важные дела. Имам Махди мудрый человек, поэтому он будет совершать более важные дела. Подожди, подожди, одну секунду. Имам Махди, подожди. То есть ты не важен? Ты не важен? Нет, нет, я не так важен. Я просто ещё один человек, я раб Аллаха. Нет, каждый человек важен. Хорошо. Но позволь мне закончить имам Махди, который, как предполагается, намного выше и важнее меня. Итак, имам Махди намного превосходящий и гораздо более знающий. На самом деле, то, над чем я смеялся, это над тем, как ты одет. Это то, что меня рассмешило больше всего. Потому что это больше похоже на попытку принять египетский образ или что-то в этом роде, верно? Ну, я не всегда так одеваюсь. Я так оделся для твоего канала из-за вопроса, который... Я хочу чему-то тебя научить. Вот это поможет тебе понять, что я сделал, но... Ты ведь не собираешься этим меня ударить, не так ли? Ты признаешься, что смеялся над тем, как я одет. То есть это нормально для тебя смеяться над тем, как одеты люди. Если человек носит что-то, что не является его историей и культурой, его жизнью или наследием, и он пытается казаться тем, кем он не является, конечно, я посмеюсь над этим. Почему нет? Если я сделаю то же самое, например, если я сейчас начну одеваться как женщина, а это не то, кем я являюсь, то, конечно, ты можешь рассмеяться. Я не хочу обсуждать такую ерунду, мой друг. Ладно, мы все знаем, что такое мужчина и женщина. Хорошо, позволь мне привести тебе еще один пример. Если я оденусь как шотландец и начну наносить волынку, и начну наносить их платья, ты можешь рассмеяться, в этом нет проблем. Большинство моих друзей посмеялись бы, но я не думаю, что здесь есть проблема. Теперь, когда ты говоришь... Подожди, подожди. Имам Махди, смотри. Я привожу людей говорить о важном. Давай не будем зацикливаться на том, что ты смеялся, я смеялся. Скажи мне важное. Давай не будем тратить время людей на неважные вещи. Ты сказал, что хотел меня научить чему-то. Давай, научи меня своей мудрости. Сначала я задам тебе вопрос. Я задаю тебе вопрос. В твоем Коране ты веришь в историю Мусы, Моисея и его встречу с Аллахом у огня? И он берет свой посох и превращает его в землю, верно? Хорошо. Да, я верю во все, что написано в Коране, да. Знаешь ли ты правильную интерпретацию этой истории? Какая у тебя? Позволь мне спросить тебя. Какая у тебя интерпретация, которую ты узнал от своих учителей? Как ты интерпретируешь эту историю? В Коране, ты веришь, что это превратилось в змею? Нет-нет, я задал тебе вопрос. Ты веришь, что это превратилось в змею, да или нет? Я задал тебе вопрос. Ты не ответил на мой вопрос. Ты задал мне вопрос на арабском. Потому что ты хочешь узнать, говорю ли я по-арабски. Хорошо. Мы ведь не говорим по-арабски, мы говорим по-английски. Потому что ты говоришь, что живешь на Западе. Давай использовать наш язык, на котором мы говорим, чтобы все зрители тоже смогли его понять, хорошо? Ты одна личность или больше одной? Моя душа отличается от моей плоти. Анта культа, халь таарифуна манакун, ва хэза джамуун, ва инкунта ла тадирил фарка байна л джамуи ва л муфрат фил луга ля арабия, фа кейфа такуну антал имам алмахди. Смотри, ты продолжаешь говорить на арабском. Почему? Мы англичане, мы живем в Америке. Имам Махди араб. Его зовут Мохаммад ибн Абдуллах. Ты ведь имам Махди, ты не говоришь по-арабски. Я говорю на многих языках. Ответь на мой вопрос. Я говорю на многих языках, но давай сейчас говорить на английском, потому что этот канал англоязычный. И ты говоришь по-английски со всеми людьми, которые следят за тобой. Поэтому я говорю по-английски, не меняй это. Я задал тебе вопрос. Что ты думаешь об этой истории? И как ты интерпретируешь то, чему тебя учили? Это простой ответ. Просто скажи, я верю, что Аллах превратил посох в змею. Хорошо. Позволь мне ответить тебе. Я полностью ответил на твой вопрос о Мусе Мирьяма и его посохе. Вот и все. Какие еще у тебя вопросы есть? Хорошо. Твой ответ неправильный. Что я сказал? Ты знаешь, как... Позволь мне... Ты знаешь, как говорить по-египетски? Что неправильного я сказал? Нет, просто послушай, пожалуйста. У тебя есть... Если ты хочешь научиться... Имам Махди, ты на моем канале. Мы должны позволять друг другу говорить. Ты сначала сделал заявление. Ты сказал, что мой ответ неправильный. Можешь ли ты объяснить это? Потому что ты не можешь вести односторонний диалог. Это так не работает. Ты сделал утверждение. Кстати, ты разговариваешь сам собой за экраном. Тебя никто не слышит. Ни я, ни кто-либо еще в эфире. Так что нет смысла говорить за экраном. Он все еще говорит за экраном. Пожалуй, нет смысла продолжать разговор. Хорошо. Я дам тебе еще один шанс, Ибам Махди. Потому что знаешь, ты феноменальная личность в исламской истории. Поэтому я дам тебе еще один шанс. Ты сказал, что мой ответ неверен. Можешь ли ты уточнить... Еще раз, пожалуйста, не разговаривай сам собой за экраном. У людей может появиться неправильное представление о тебе. Тебя никто не услышит. Позволь мне закончить мое заявление, а затем ты сможешь ответить на мое заявление. Ты сказал, что мой ответ, который я дал тебе на арабском языке, который, кстати, был прямым ответом на твой вопрос. Ты можешь мне объяснить, почему этот прямой ответ неправильный? Братья и сестры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Хорошо. Ваджет – это известная богиня в Египте. Ваджет – богиня. Ваджет – это женщина, голова женщины и тело змеи. Иногда ее изображают в виде головы змеи и тела женщины. Во времена Египта, и я вас поправлю, фараон не претендовал на то, чтобы быть богом. Фараон утверждал, что он сын Ра. Фараон – сын Ра, а не бога. Хорошо? Когда жрецы Египта хотели объявить, кто такой фараон, они взяли вещь, называемую посохом, которая является посохом Мусы. Это не палка, это был посох, который первый несполучает от отца. Когда они шли в суд, они бросали палки. Ты когда-нибудь слышал об обряде, где они бросают кости на землю? Или бросали предметы на землю, чтобы посмотреть, как они приземлятся, и затем они предсказывают таким образом. Это древний ритуал. Поэтому, если мы посмотрим на древние ритуалы Египта, они бросали свои жезлы и свои посохи на землю. И какое бы из них не упало в определенном направлении, и не пересекло другое, это значит, этот сел того, значит, этот больше. Аллаху Акбар. Больше, чем этот. Хорошо? Так вот, посох не превратился в змею. Аллах не занимается колдовством. На самом деле, он называет это мерзостью. Итак, если ты скажешь, что Коран на 100% точен, то все книги происходят из пятых рук. Сначала Аллах разговаривает с пророком. Пророк обращается к людям. Люди, которые слышат речь пророка, идут и пишут книги. Мужчины читают эти книги, которые они пишут, и хотят научить вас интерпретации этих книг. Все книги каждой религии — это материал из пятых рук. Поэтому, когда ты ходишь вокруг и заявляешь, что ислам — единственная религия, и единственный истинный путь, посмотри на всех людей, которых создал Всевышний Бог. Ты собираешься пойти к ним и сказать, что они неправы? Кто ты такой, чтобы говорить, что является Славом Божьим, а что нет? Теперь, когда ты ходишь вокруг и говоришь, что посох превращается в змею, и это написано в вашем Коране? Хорошо, хорошо. Имам Махди. Моисей не говорил по-египетски или по-еврейски. Он говорил по-египетски. Поэтому, когда он пишет по-египетски... Слушай, смотри, я позволил тебе говорить, ты уже много сказал. Позволь мне ответить, потому что ты высказал много утверждений. Смотри, Имам Махди, смотри. Разница между мной и тобой в том, что тебе приходится полагаться на того, кто учит тебе иероглифики, а затем на того, кто учит тебя арабскому языку. Разница между мной и тобой в том, что Аллах учит меня напрямую. Тебя же учат люди. Ты даже не можешь позволить говорить кому-то другому, Имам Махди. Ты говоришь уже две или три минуты. Позволь мне закончить свою мысль. И, если честно, думаю, не стоит тебя возвращать. Смотрите. Этот Имам Махди не говорит по-арабски. Хотя Имам Махди, который, по словам пророка, является арабом, который придет и объединит мусульман. Этот парень, которого зовут Кристофер в египетском костюме, не говорит на арабском языке и не понимает арабский язык и не объясняет арабский язык. Он обвиняет человека, который на самом деле умеет читать по-арабски и непосредственно читает Коран. Он обвиняет его в получении информации из других источников. При том, что он сам не знает арабского языка и не знает других языков и говорит о каких-то египетских вещах и сидит в костюме и с посохом в руке. Понимаете? Дело в том, что таким людям нужно... Честно говоря, нам нужно показывать миру таких людей, чтобы они могли понять. Смотри, в каком-то смысле ты пытаешься посмеяться над нашей традицией. Наша традиция гласит, что Имам Махди — это праведный человек, которого отправит Всевышний Аллах. Он поведет мусульман и объединит их под одним знаменем. И он является одним из первых знамений Судного дня. Ты заслуживаешь того, чтобы люди увидели, насколько иррационально твое поведение. Потому что своим поведением ты высмеиваешь нашу веру. Даже если ты не знаешь этого, но ты это делаешь. Поэтому я показываю миру. Он продолжает кричать сейчас за экраном. Я надеюсь, что Аллах направит тебя и что ты преодолеешь проблемы с гневом и тому подобное. Я не рекомендую тебе обращаться к психиатрам из западного мира, потому что большинство из них на самом деле тебе не помогут. Понимаешь?